так ну что здравствуйте уважаемые леди и джентльмены господа и гости столицы с вами опять сашок опять home видео значит что могу сказать время 7 часов вечера понедельник 29 марта ребят был я у нас водоем ток стал освобождаться был я вчера на рыбалочке ну кое-где кое-как что-то покидал ничего и не поймал вчера потому что лёд потихонечку начинает сходить и дабы там впадает ручей вода уже мутная я думаю это тоже да и плюс ко всему сейчас рыба все-таки пока не пригрела более не менее посолиднее держится на ямах еще нас вчера я гонял телескоп фристоун вот такой вот вот такую вот маленькую палочку я вчера гонял кто на меня вконтакте подписан те видели росту у этого телескопа извиняюсь а метр восемьдесят тест у него 16 грамм катушка держатель переделывал я он был аж вот здесь вот палка продается на алиэкспресс данный спиннинг как у них написано аж детские но я вот вам по себе могу сказать я вчера к ней я очень скептически относится к нему немножко такой был у меня не то что скептически опасения то что вот это вот колечко очень маленькая первая вот она вот это вот ну очень маленькое колечко вот по моему но меньше чем на гамарусе будет заброс плохой вчера я пробовал шнур хайт с ним да ну грубо говоря как его окрестили китайский на нафил ребят вот я вам честно скажу вылет очень достойны палочка себя ведет вполне адекватно мне все понравилось ну что могу еще сказать ну в общем для мармышинга телескоп я считаю найден я вам обязательно обрываю обязательно вы это все увидите но пока весна только началась увы и ах сложенном состоянии он тут буквально ну сантиметров 40 имеет вот все вся палочка также я вчера фиш супер супремо не знаю чё как называется спиннинг я уже про него говорил для мармышинга вот такая палочка в росте 210 ребят значит пришел к выводам в следующем да для себя лично выводы сделал такие мармышить можно да но из-за того что хлыст целиком солидный все-таки вес спиннинга оставляет желать лучшего по моим понятиям это такой хороший универсал типа как фарио то есть хочешь помармышить хочешь немножко нано джига хочешь микруху я вчера вот этим спиннингом кидал смело 2 грамма плюс приманка приманка был рачок у меня вот такой маленький полтора сантиметров буквально но мелкий не крушная приманка но не суть там в общей массе может быть два с половиной было это потолок это навряд ли но не суть вот я так понял это потолок для этого спиннинга адекватно оторвать что-то поерзать подергать вдоль дна все палочка прекрасно работает забрасывает тоже космически просто зашвыривает я я от нее обалдел вот акушка с дальних границ потягать на этот спиннинг кайфануть именно от изгиба бланка такой чтобы у вас создалось ощущение что у вас там что-то такое едокое очень крупная но чем палка достойная и помармышить можно ей в меру в меру где-нибудь с 0.3 0.4 грамм палка будет прекрасно работать вот это так но это еще не все у меня пришло два достаточно дешевых спиннинга спасибо людям мир не ну не без добрых людей ребята скинули мне название в общем я тут долго ковырялся в интернете что-то пытался на нее нарыть ребят спиннинг достаточно новый достаточно новый настолько что я в youtube не нашел на него ни одного обзора то есть я так понимаю мой будет первый есть кое-какие отчеты вконтакте еще кто-то где-то на каком форуме что-то описал в общем спиннинг называется манга худ отсчеты я нашел на спиннинге только в росте метр пятьдесят восемь да 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 их у нас на рынке два длиннее я не видел значит один спиннинг метр пятьдесят восемь а тест 033 вес 66 грамм следующий спиннинг манга худ рост метр восемьдесят но такой уже более стандартный для нас тест 033 с половиной грамма вес 73 грамма почему такой вес я тоже немножко не понял все таки для особенно для коротыша достаточно достаточно тяжеловато но когда я спиннинг достал все встал и сразу на свои места еще даже салафашку не снимал обе палки я так понял тубулярные но опять же таки я нигде ничего не нашел но судя по конусности и судя по хвосту это тубуляр здесь здесь идет очень интересная тема сейчас секундочку одну возьму ножичек так значит по данному спиннингу но катушку я поставил потряс в принципе мне все очень понравилось но возвращаемся к весу спиннинга сейчас я этот целлофан отсюда сниму а то как-то не очень удобно вот в данный момент тут короче все на китайском или корейском манг-худ ой сори секундочку очки слетает но тут рост тест по леске метр восемьдесят один четыре лб метр пятьдесят восемь один три а лб и не все как бы информации больше никакой значит катушка держатель здесь очень интересно я такой вижу первый раз честно скажу вот так он выглядит я думаю вам будет видно на такой такой горб косатки здесь я даже не знаю как это назвать на кой простите лят он тут нужен и передняя гайка немного не мало она металлическая вот это нахлобучка вся я так понимаю это металл притом металл целиком вот здесь катушка держатель пластик идет здесь идет его вот ну короче не суть и вот здесь вот здесь вот я говорю очень интересная вещь такая вот здесь идет такой вот горб я тут конечно все слова благодарности в кавычке хотел сказать но в принципе в принципе я так понял когда вот вы не хватаетесь стандартным хватом а у меня хват стандартный то есть у меня к лапка катушки выходит посреди лишь четырех пальцев резьба здесь длинная тоже зачем она здесь такой длины нужно непонятно но не так понимаю эксплуатации по катушкам наверно предусмотрена достаточно обширная палочка на потрях интересная это конечно не сопля по кольцам вопросов у меня никаких нету одно колечко тут чуть-чуть вот она стоит да вот если это ребро кольца чуть-чуть из рук но не то чуть-чуть она дается в ночь не критично вот напоминаю спиннинг у нас получается в росте метр пятьдесят восемь сейчас я вам его на подряд покажу так на подрях буду показывать без катушки вы уж меня извините метр пятьдесят восемь в руке это я еле еле рукой шевел давайте поближе ну то есть понимаете меня это наверное самые теперь после стингера до двух с половиной грамм это наверное самый интересный спиннинг каратыш заводского производства который у меня побывал в руках дешевый я имею ввиду спиннинг так забыл сказать по кольцам ну ребят я не знаю что здесь за кольца также никакой информации не нашел но вот это колечко которая первая от стыка на хлысте уж больно смахивает на самое дешевое кольцо с алиэкспресс на эти там вот эти появились наборы в продаже первых однолапых колец и там вот это вот колечко ну уж очень похоже хотя ну опять же таки тюльпан здесь правильные ножки внизу противозахлестный кстати прошу заметить спалка стоит 3 с небольшим притом ну с небольшим реально вот но возвращаемся к интересному катушку держателя в виде вот этого горба ну наверное можно его отсюда убрать при желании да то есть шкурочка аккуратно все это выровнять я схожу на рыбалку с базовой комплектацией но еще раз я стал говорить немножко ушел в сторону когда берешь стандартным хватом ну как бы у меня вопросов не возникает то есть вот этот горбалек вот этот вот ложится четко вот в эту канавку упс вот сюда вот прокладывается и вроде как бы дискомфорта никакого не испытываешь но спиннинг очень интересный но мне все понравилось вот обязательно на ближайшей рыбалке возможно у меня будет выезд не знаю как получится вот попробую все это дело взять с собой и единственное что чехол очень такой но чехол честно скажу такой дешманский алиэкспрессовский вариант сверху липучка такой немножко не стандартный стандартное решение внизу внизу завязка вот так вот как-то это все сделает чехол красный блин а им ссори вот так вот надо вот так вот это все приблизительно выглядит такая плащевочка достаточно тонкая ну вроде прошиты все насколько хватит непонятно но дизайн у спиннинга вот черный целиком бланк дальше идет и вот такой катушка держатель вот начинается отсюда красочка красная и пошло-поехало в принципе дизайн очень такой симпатичный кстати биткап маленький грибочек очень аккуратненький такой ну можно конечно еще меньше сделать при желании ну пока я в этом смысла никакого не вижу половину на базовую еще раз говорю там дальше будет видно так как я в английском не силен чё-то тут еще написано не знаю ребят я говорю англичанин такой ну какие-то иероглифы стоят ну бру-бру-бру-бру-бру-бру я так предполагаю что данный спиннинг идет как очередной форолевик ну а в тех магазинах где есть описание к нему да и какую информацию я смог нарыть а только оттуда да извините одну секундочку написано что спиннинг ультралайт мармышинг нано джиг микро джиг насчет микро джига не знаю а вот по поводу мармышинга еще раз говорю очень даже симпатично вполне возможно неплохой коротыш для малых речек каких-то прудиков и так далее и тому подобное так это у нас спиннинг в росте метр пятьдесят восемь ну а теперь плавно переходим к спиннингу в росте метр восемьдесят я заказал сразу два еще раз говорю информации никакой второй спиннинг у нас рост метр восемьдесят ноль три три с половиной грамма на пол грамма тест побольше вес уже семьдесят три грамма но то что весь вес вот здесь вот в катушкодержатели это вот прям как говорится ни к одной бабке ходить не надо и так понятно сколько раз говорил зачем такие огроменные катушкодержатели ставят на такие спиннинги непонятно от слова совсем но с другой стороны на вкус и цвет все фломастеры разные у меня есть друг который любит на тонких палках достаточно мощные катушкодержатели поэтому тут ну сейчас я вам на потрях покажу метр восемьдесят но как говорится интуиция меня не подвела шестое чувство это палочка чуть-чуть посопливей вот но она чуть-чуть пожестче в комле потому что если конечно же их сложить вот так вот на метр восемьдесят камелёчек значительно толще чем ну не значительно но толще чем на на каратеше метр пятьдесят восемь секундочку так ну что ну теперь так на потрях метр восемьдесят ну вот эта палочка и она по лапшисте по сейчас катушка держатель закручу такая она но камелёчек тут чуть пожестче то есть как бы играет хлыстик играть достаточно интересно на видно то есть палка встает на место достаточно быстро это я вот еле-еле трясу спиннингом ну это пальчиком не палочка очень интересная яду что короткая модель что длинная вполне бюджетная вполне поэтому еще раз говорю стоит до 3 500 3200 3333 еще что-то ну такая цена она вот мне оба спиннинга понравились и это можно использовать как основной для каких-то больших горизонтов метр и восемь до каратыш естественно можно использовать ну короче кому какие нравится все что нашел в интернете по данным спиннингом говорят что так как обзоры в основном вернее отчеты почему-то по спиннингу только метр пятьдесят восемь в основном говорят кидают дальше чем фарик метр и восемь но сам не кидал ничего сказать не могу но вот как то так ребят сравнивать их на потрях с другими спиннингами смысла нету потому что если у меня самый короткий заводской до этого момента был наверное стингер иного ультралайт который в росте метр семьдесят восемь ноль два два с половиной но это почти метр восемьдесят то что стингер помягче чем метр восемьдесят вот этот мангхуд мангхуд блин выговоришь язык сломаешь то что вот стингер помягче это однозначно вот но стингер сколько уже стоит а здесь три двести три триста и вы обладатель принципе неплохой неплохого спиннинга для мармошинга для чего сделано такой катушкодержатель если честно не знаю вот от слова совсем потому что еще раз говорю когда берете спиннинг ложится четко вот сюда вот вот этот бугорочек он вот сюда вот прокладывается то есть в принципе при анимации при игре может быть там они что-то надумали что при таком хватит что-то не знаю ребят это на все пробовать на воде и уже как-то что-то пытаться сравнить дальше как говорится будем посмотреть но за 7 наверно все а нет ну все и все и все и все ребята там не знаете что еще пришло ко мне прошла пришло пришла короче ко мне пришла украинская палочка под названием blackfly черная муха вот вот в таком чехле обалдительно чехол реально классный вот максим за чехол делает эти спиннинги максим с украины зашел почему я обостряю внимание на чехле этого никакой не грязи фиш но чехол именно сделан с умом для ультра ультра лайтовых спиннингов почему потому что достаточно плотно толстый материал который в принципе легко свернуть и грамотно красиво хорошо прошит вот такой чехольчик на липучечки на хороший липучечки на большой с двумя отделениями сзади комикс спереди вниз но они вам я расскажу чуть чуть попозже максим не обещал кое-какую информацию скинуть по нему и я уже вам его продемонстрирую на потрях и что-то либо расскажу по рыбалкам пока ребят ну что есть то есть работа выходные игры только водоем стал освобождаться как только что то у нас проклюнется я обязательно дам знать за всем все пока пока подписывайтесь на мой канал ставьте лайки ставьте дизлайки еще раз напоминаю появились у нас два спиннинга полное описание а ну не описание название напишу внизу где я их покупал ссылочку оставлю ребят за 3000 я считаю что вполне хорошие палки реально хорошие все с вами был сашок ну а так как всегда увидимся на рыбалке